ну что друзья вот такой трек у меня получается хотел сказать в итоге это еще конечно же не итог кстати почему я показал сейчас вам трек во первых это моя музыка да то есть как я вам говорил что я пишу royalty free музыку вот это как раз трек на продажу я сейчас начал работать в другой программе это получается у нас fruity loop studio только 20 последняя версия то есть я вчера установил последнюю версию закинул все сэмплы в папку user для того чтобы это было удобно потому как раньше у меня они просто находились просто в какой-то папке на жестком диске короче говоря было очень неудобно постоянно заходить в папку оттуда перетаскивать сэмплы ну ладно мы не будем об этом с вами говорить потому что в принципе меня вряд ли смотрят музыканты там те кто занимается музыкой 7 декабря мы с надей посетили выставочный зал посмотрели выставку картин клода моне это такой художник-импрессионист я в общем снимал в тот день но к сожалению набежало очень много детей и у меня мало получилось что интересного снять то есть я обычно люблю делать какие-то подсъемчики но в тот день к сожалению этого не получилось сделать так что если вам интересно пожалуйста смотрите а а а и и а и и и и и и и также потом после выставки мы немножко прогулялись по улице красной ну на самом деле все стандартно никаких пока изменений там глобальных нет просто я давненько уже не бывал на улице красной все как всегда красиво интересная архитектура интересное здание сходили в парк где колесо обозрения думали покататься но не покатались потому что там как раз уже солнце садилось и ну когда не очень хорошее освещение вот вы сейчас можете сами убедиться изображение идет такое немножко как зернистое что ли как только будет хорошая погода как наверное уже потеплеет скорее всего мы приедем с надей еще раз в этот парк покатаемся на колесе обозрения обязательно то что я хочу я на нем не катался ни разу блин за все время что я живу в краснодаре я ни разу не катался на колесе обозрения сегодня мы собрались надей съездить в красную площадь кстати говоря но это торговый центр у нас такой кто не знает мне кажется будет очень нарядно уже красная площадь приготовилась скорее всего к новому году там всегда красиво каждый год поэтому не будем терять времени отправляемся в красную площадь только что делал запись на петличный микрофон и когда доставал свой телефон я его в общем уронил и разбил экран вот если видно я очень забыл флешку в камеру вставить и поэтому сегодня я без камеры мы уже на второй этаж поднялись круговой центр красная площадь идем смотрим что здесь есть интересного вообще уже все уже красиво здесь сейчас до середины дойдем покажу как тут у леонардо много всего интересного новогоднего елочки венки игрушки тоже прикольные доме конфетница ну да прикольно а и Ну что, ребят, мы уже приехали домой. Сейчас без 10-7 вечера. Мы купили то, что хотели. А именно новогодние подарки. То есть мы докупили уже всем своим близким подарки. В Красной площади на самом деле уже красиво, как я и говорил. Ее уже нарядили. Там Деды Морозы ходят. Детям подарки раздают в виде флайеров на скидки в какие-то магазины. На самом деле мы долго очень ходили по Красной площади. Успели проголодаться. Я говорю, Надь, пошли с тобой сходим на третий этаж, на фудкорт. Вот советую попробовать всем любителям пиццы. Если не пробовали, есть такое заведение Дар Пицца. Вот. И если вы еще будете тем более в Красной площади, на третьем этаже, вот Дар Пицца, это вообще отпад. Там настолько она аппетитная, настолько вкусная, что я сейчас вспоминаю, у меня прям слюнки текут. Ну, в общем, ладно, в общем, все. Я думаю, что буду завершать уже это видео. Всем спасибо, кто просмотрит этот ролик. Ставьте большие пальцы вверх, если вам не жалко. Подписывайтесь на мой канал, если не подписаны. Там нажимайте на колокольчик, там еще что-нибудь делайте, чтобы было мне приятно. В общем, ладно. Всем хорошей, продуктивной, рабочей недели. И до новых встреч. До новых встреч.